Здравствуйте, Александр! Ваш вопрос. В настоящий момент хотел бы задать вопрос, касаемо местописания Евреям 10.26. Что на самом деле подразумевает апостол под фразой «произвольно грешить»? Я прочитал немало комментариев и толкований, но также хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Для того, чтобы нам с вами не пойти в неправильном направлении, надо посмотреть контекст уже названного вами текста. Поэтому читаю с 26 и ниже. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. «Если отвергающийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего, не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен, и Духа Благодати оскорбляет». Вот вам, по сути, ответ. Когда человек, который пришел ко Христу, ценил кровь Нового Завета, поверил в его очищение через кровь, поверил в спасение через жертву Иисуса Христа, а потом попирает это, то есть осознанно начинает уничтожать то, что стало его платформой. И исходя из этой внутренней позиции, уже происходят потом и действия, действия, которые на самом деле показывают, что человек отвернулся от Бога. И этих действий может быть множество, разных, поэтому мы не будем их разбирать. Ни какие-то конкретные грехи, вот этот вот грех или вот этот вот грех, он может быть непрощенным. Непрощение приходит через то, что человек меняет позицию по отношению к жертве Христа. И вот тогда, когда эта позиция изменилась, то он не тот, который упал и плачет от того, что ему больно или плохо, что он как тот ягненок с преображенной природой, но опять оказался в грязи, и ему от этого плохо. А тот, который вернул природу свиньи, вернул природу вот этой необрезанной сущности. Поэтому вот тогда, когда с людьми такое происходит, я думаю, что это крайне редкие вещи, но они все-таки имели место быть, и о них говорит в данном случае апостол. Потому что верой мы спасаемся, и если вера потеряна, если она не получала полноценного питания, то человек теряет и статус человека спасенного. Поэтому да поможет вам Господь видеть эту картину вшире, чем просто один отдельно взятый стих. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok